Друзья, с момента появления первого поколения 16-дюймового Лапер Кинг Паттон прошло уже почти два года. За это время успело появиться очень много колес. Бегот начинает Экстрим и заканчивая Икс Вэй. И Моушн В14, который также остается прямым конкурентом серии Паттон. И вот перед нами новое колесо Паттон С. В нем завод сделал ряд изменений. Колесо сбросило в весе несколько килограмм. Обзавелось смарт-БМС батареи. Также батареи обзавелись более дорогими высокотоковыми ячейками Samsung 50 и S. Прогрессивными пружинами подвески вилки, более яркой фарой. Порт зарядки до 20 Ампер перенесли назад. Перед нами два колеса. Обычный Паттон и Паттон С. Вы можете визуально сравнить отличия. Новую модель постарались сделать поуже в верхней части. И в целом она выглядит немного изящнее и компактнее первого поколения Паттон. Которая ощущалась несколько тяжеловесным. Завод рекламировал модель, показывая, что она может спокойно переживать удары об стену. Паттон С такого уже не показывает. Выдвижная ручка осталась в прежней конструкции. Теперь, правда, ее ноги открыты для ударов. А суту удобность хвата задней рукоятки, к сожалению, ограничена вершиной выдвижной ручки. Высота педалей осталась без существенных изменений. Сами педали почти полностью повторяют педали от Lynx и Sherman L. Да, конечно, можно сказать, что многие из нас хотели, может быть, бы видеть новый Паттон с батареей и контроллером от Lynx. То бишь 150 вольт и 2700 ватт-часов. И с мотором, как у Паттона. Но фабрика решила не убивать таким образом продажи Lynx. И оставила Паттон с батареей 2200 ватт-часов. Что уже по современным меркам, ну, как бы не очень-то много. Чтобы получать удовольствие от мощного колеса. Ряд конкурентов, а особенно на свет Apex, имеют маятниковую подвеску с большим ходом, чем модели Loper Kim. Больший ход может пригодиться на бездорожье. Но вилочная подвеска Loper Kim отличается простотой обслуживания и меньшим количеством деталей, которые можно деформировать при ударах. Так, ну что, господа, пришла пора покататься. Это наш ведущий специалист Денис, который поможет нам разобраться, что тут нового. Посмотрим режимы работы подвески. Посмотрим, насколько эффективно усиление мощности с новыми элементами Samsung 50S. Посмотрим все преимущества облегченного магниевого корпуса. Ну и все остальное. Ну что, прокатимся? Продолжение следует... По поводу подвески. На наших паттернах стоят амортизаторы 66 LBS. Мы ожидали, что за счет прогрессивной пружины Patton S будет сверху мягче старой модели. Но нет, он получился даже более жестким. Имейте это в виду. Возможно, стоит рассмотреть варианты с амортизаторами 62 LBS, если у вас вес до 100 кг. По поводу мощности контроллера. Своё первое поколение Patton выглядели очень динамичными на фоне конкурентов. Новая модель Patton S имеет еще более лучшую динамику разгона, чему мы очень рады. Последний год производители делали в основном 20-дюймовые модели, которые при разгоне с нуля выглядели более скучно. А на Patton S мы радуемся быстрому разгону места. Касаемо цены. Цена будет на уровне цен предыдущего поколения, которые сейчас будут продаваться со скидкой. Да, новый Patton S это не шаг в будущее, но тем не менее это существенный шаг к улучшению существующего модельного ряда. Стоит ли покупать новый Patton S? Но если вы владелец старого Patton, то я думаю, это нецелесообразно. Если вы выбираете себе новый, то да, переплатить стоит. По контактам, которые будут в описании к ролику, можно позвонить, получить консультации, поучиться езде, приобрести колеса новые и отремонтировать свои старые. Ну, еще и самокаты. Так что спасибо за внимание. Всем до встречи. На дорогах. Пока.